Здравствуйте! Это программа «Надзор 76». Мы рассказываем о деятельности областной прокуратуры. И сегодня собеседник нашей редакции, заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин. Алексей Анатольевич, здравствуйте! Очень часто в работе прокуратуры ярославцы узнают из информационных сюжетов, в том числе об уголовных делах, которые рассматриваются в судах. Расскажите, пожалуйста, с начала года сколько рассмотрено судами таких уголовных дел и какие категории дел преобладают? В первом полугодии 2019 года судами Ярославской области рассмотрено свыше 2700 уголовных дел. С учетом структуры преступности, которая имеется у нас в Ярославской области, то преобладают уголовные дела о кражах, мошенничествах и иных преступлениях небольшой и средней тяжести. Скажите, пожалуйста, при поддержании государственного обвинения какие есть полномочия у прокурора и с какими сложностями сталкиваются работники прокуратуры, когда поддерживают государственное обвинение в судах? В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в Российской Федерации действует принцип состязательности сторон. В судебном заседании данный принцип проявляется наиболее ярко и прокурор должен донести до участников процесса, до суда, те доказательства, на основании которых впоследствии может быть сделан вывод о виновности данного лица, о правильности квалификации действий подсудимого. В связи с этим прокурор обязан представить все доказательства, которые имеются в уголовном деле для того, чтобы дело было рассмотрено объективно, всесторонне и по нему был бы вынесен справедливый и законный приговор. Уголовные дела с участием присяжных у нас не так давно стали появляться уже. Много ли таких дел рассматривается? Уголовные дела с участием присяжных заседателей в Ярославской области рассматриваются с 2002 года, с момента вступления в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Что касается новелл в части рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, то с прошлого года суд присяжных был введен в районных судах. Соответственно, практика рассмотрения районными судами дел с участием присяжных заседателей у нас пока еще незначительна. В прошлом году таких дел не рассматривалось. В этом году рассмотрено было только одно уголовное дело в Ярославском районном суде. Ну и вообще, если говорить о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, то не так много их рассматриваются в Ярославской области. В 2017 году было их рассмотрено всего три дела. Они все были рассмотрены в Лосом суде по уголовным делам об умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах. В текущем году было, кроме уголовного дела в Ярославском районном суде, еще рассматриваться в настоящее время в Ярославском областном суде уголовное дело по обвинению молодого человека по трем фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Ну что касается суда присяжных, их еще называют судьи факта. То есть они не вникают в правовые вопросы. Это судьи, которые говорят нам или в последующем оглашают вердикт, имел место сам факт или не имел места. То есть доказано то, что конкретное лицо совершило данное преступление или не доказано. Поэтому, например, первый вопрос, который ставится перед присяжными, это имело ли место событие преступления, то есть то, которое инкриминируется подсудимым неприменительно даже к этому лицу. То есть имело ли место, например, убийство гражданина Иванова тогда-то, тогда-то при таких-то обстоятельствах. То есть они говорят, да, было убийство, не было убийства. Потом уже переходим к вопросу доказанности. Безусловно, никогда перед присяжными не ставится вопрос о квалификации. То есть это не вопросы уже присяжных, а квалификация преступления в последующем определяется гособвинителем и судом, исходя из того, как отвечают присяжные на вопросы. При рассмотрении уголовных дел судом присяжных не исследуются при присяжных вопросы, связанные с личностью подсудимого. В основном, я еще раз хочу сказать, что исследуется непосредственно только сам факт преступления, которое ему инкриминируется, обстоятельства. Ну и соответственно, если подсудимый идет на рассмотрение дела судом присяжных, то в последующем он не может обжаловать данный приговор по мотивам недоказанности. То есть если суд присяжных говорит о том, что доказано, что конкретное лицо совершило преступление, то он уже может обжаловать в последующем приговор только либо по пропорционным каким-то нарушениям, либо по размеру и виду наказания. Мы так плавно перешли к конкретным преступлениям. Расскажите, пожалуйста, о самых резонансных рассмотрениях дел, по которым прокуратура Ярославской области в том числе поддерживала государственные обвинения. Если говорить о резонансных делах, то, наверное, как правило, всегда интерес представляет уголовные дела об умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, поскольку они получают достаточно широкое освещение в средствах массовой информации. Но если касаться опять-таки рассмотрения дела с участием присяжных, это вот было убийство, которое произошло в Ярославском районе. Проблема была в том, что позиция подсудимого заключалась в том, что он действовал в состоянии необходимой обороны. То есть на этом была построена линия защиты, об этом пытались говорить и непосредственно в судебном заседании. По вердикту, который был оглашен жюри присяжных, суд признал подсудимого виновным в совершении именно умышленного убийства. Соответственно, назначил наказание в виде реального лишения свободы. Закон срово наказывает пьяных водителей и последнее ужесточение, подписанное президентом России, наказание может достигать до 15 лет для тех, кто садится за роль пьяным, если несколько человек погибли при этом. Как эти ужесточения законодательства повлияли на количество преступлений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом виде? У нас несколько лет уже действует уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии, опьянение как алкогольного, так и наркотического. И динамика показывает, что, к сожалению, от последних полтора года структура данной преступности примерно одинакова. Порядка 300 уголовных дел за полугодие заканчиваются органами дознания Ярославской области и направляются в суд. То есть за 2018 год было рассмотрено чуть больше 600 уголовных дел. В первом полугодии 2019 года также чуть больше 300 уголовных дел окончено и направлено в суд. Поэтому сказать о том, что какие-то существенные изменения происходят в динамике данного вида преступлений, к сожалению, пока не приходится. Что касается нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть, либо причине тяжкого вреда здоровью потерпевшего водителем, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения, то, к сожалению, такие преступления тоже имеют место быть. И если вы, наверное, знаете, то буквально в июле произошла, к сожалению, трагедия на Добрынинском мосту, когда в результате дорожно-транспортного происшествия также погибло три человека. И по предварительным данным также есть основания полагать, что, возможно, уже новая редакция этой статьи, которой ужесточена ответственность за подобного рода преступления, будет у нас применена. А почему на людей это никак не влияет? Как вам кажется? Ну, к сожалению, я больше склоняюсь к тому, что менталитет таков, что какое-то определенное безразличие, что ли, происходит к последствиям, может быть, такого поведения, когда, тем более, ведь это, если, например, это повторно, то лицо уже привлекалось к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения по статье 12.8, либо за отказ от прохождения медосвидетельствования, и, тем не менее, все равно, зная, что уже он лишен водительских прав, и штраф, соответственно, ему наложен судом, тем не менее, он все равно повторно садится за руль. Ну, это просто пренебрежение требованием закона и вообще здравого разума, можно сказать, поскольку уже и медицинские установлены, и научно установлены, что человек, находящий в состоянии опьянения, он по совершенно иному оценивает и ориентируется в обстановке, и, соответственно, возможность реагирования на какие-то аварийные ситуации, к сожалению, у него заторможено сознание, и поэтому последствия наступают гораздо более тяжелые, чем это могло бы быть. Поэтому я считаю, что те новеллы в законодательстве, которые ужесточают ответственность за тяжкие последствия в результате дорожно-транспортного происшествия по вине пьяного водителя, они абсолютно обоснованы, они давно напрашивались, и поэтому ответственность, безусловно, такие водители должны нести более серьезную, чем та, которая была ранее. А еще как-то повлиять можно на такую ситуацию? Просто вот мы сами снимаем, ездим, видим это все, и в голове не укладывается. Ну, здесь, как принято говорить, самое главное – это неотвратимость наказания, и тем более, что сейчас, с учетом того, что по данным преступлениям, ведь изменены не только санкции, то есть увеличен срок, но и существенно изменена категория преступлений. То есть, если раньше у нас до этих изменений все преступления, которые были совершены по неосторожности, форма вины, когда была неосторожность, то они были либо небольшой, либо средней тяжестью. То есть, даже если наступали очень серьезные последствия в виде гибели большого количества потерпевших, то это все равно по уголовному закону относилось к преступлениям средней тяжести. Отсюда и уголовно-правовые последствия наступали гораздо менее серьезные, чем это должно было быть в принципе. Сейчас изменена ситуация и внесены изменения в закон, которые относят к преступлениям по неосторожности, которые, как уже мы говорили, повлекли серьезные последствия в виде гибели большого количества лиц, из-за которых возможно назначение более сурового наказания к преступлениям категории тяжких. А вот вообще исправляются люди такие после того, как выходят из мест заключения? Нет такой статистики? Я могу сказать, что у нас есть статистика по рецидивистам, то есть лицам, которые были осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Это условное осуждение, это может быть различного рода ограничения свободы. Такие лица стоят на учете в уголовно-эспортных инспекциях. С ними проводится, безусловно, определенная профилактическая работа, как сотрудниками уголовно-эспортной инспекции, так и сотрудниками органов внутренних дел. То есть за ними, можно сказать, их контролируют. Тем не менее, только за первое полугодие 2019 года осуждено 69 лиц таких по области, которые уже осуждены были, то есть их государство фактически не простило, но, по крайней мере, дает шанс, чтобы они исправились, не назначают наказание, связанное с лишением свободы. И тем не менее, они, находясь на свободе, вновь совершают преступление. Так вот, из этих 69, 16 осуждены по статье 264.1. То есть их один раз фактически простили, можно сказать, дали шанс. Тем не менее, они уже, будучи состоящими на учете в уголовно-эспортной инспекции, не только первый раз садятся за руль в недрежном состоянии, но и повторно вновь садятся за руль уже, значит, их задерживают в состоянии алкогольного опьянения. Ну, соответственно, в таких случаях, конечно же, уже стоит вопрос о наказании, которое уже связано с лишением свободы. Вот говорили еще как-то общественники, вроде выступали с такой инициативой, что пожизненно лишать водительских прав, ограничивать продажу автомобилей. Вот это как думаете? Ну, недавно вот прозвучала инициатива Министерства внутренних дел, согласно которой предполагается конфисковывать автотранспортные средства, которыми управляли водители, которых задерживают в состоянии алкогольного опьянения, в том числе повторно, да? Может быть, в этом есть определенный здравый смысл. И если, конечно, будут проработаны все нюансы, связанные с управлением транспортным средством, лицом, не являющимся собственником этого транспортного средства, то я думаю, что это будет в том числе очень серьезной профилактической мерой для предотвращения подобного рода противоправных действий. Теперь давайте о мошенничестве поговорим. Все больше людей клюют на удочку, уловки каких-то мошенников, хотя профилактика, в том числе в средствах массовой информации, в том числе сотрудниками полиции, которые развешивают листовки, предупреждают. Она идет вроде бы хорошо, но почему-то люди постоянно попадаются на удочки мошенников. Есть ли у вас что рассказать о профилактике таких преступлений? И можно ли ответить на вопрос, почему люди вовремя не говорят мошенникам «нет»? Тут можно по-разному немножко ответить на этот вопрос, как бы в двух ипостасях. Первое – это то, что люди сами покупаются на определенного рода обещания каких-то высоких процентов, абсолютно экономически необоснованных. Ну, жажда наживы, так сказать, им движет, и они считают, что вот они поймают золотую рыбку и, значит, попробуют, вложив определенное количество денег, получить намного больше, чем им предлагают коммерческие банки. Хотя, я еще раз повторюсь, экономически абсолютно больше 100% годовых, иногда даже 200% годовых. Ну, и, безусловно, ни одна официальная коммерческая организация серьезно предложить не сможет. Но, тем не менее, вот у нас масса таких уголовных дел, когда под видом различного рода кооперативов люди идут, несут деньги, причем достаточно большие деньги, как правило, это лиса пенсионного возраста. И, к сожалению, итог таков, что мошенники, получив и под обещание больших выплат, больших процентов, собрав определенную сумму денег, естественно, скрываются и впоследствии, значит, возбуждаются уголовные дела и осуществляется их розыск. Но в этом случае предложение одно. Если вы хотите отдавать свои деньги каким-то организациям, то нужно многократно взвесить все риски и, значит, и все последствия возможного вложения своих денег. Естественно, предпочитая уже зарекомендовать, хорошо себя зарекомендовавшей кредитной организацией, чем те, которые появились неожиданно, занимают один офис с неясного рода личностями, которые там в этом офисе находятся. И обещание, оно, к сожалению, здесь всегда заканчивается плачевно. И вторая категория — это лица, которых просто вводят в заблуждение, ну, в силу определенных, там, может быть, возрастных каких-то причин. То есть это вот то, что касается телефонных мошенничеств, когда под видом каких-то родственников, также пытаются получить с граждан деньги. Но здесь имеется определенного рода и такой элемент гипноза, можно даже сказать, поскольку вот потерпевшие, когда их начинают допрашивать по этим фактам, они просто даже говорят, что мы не понимаем, почему мы стали с этими людьми разговаривать, почему мы заплатили им деньги, ну, или передали этим деньги. Потому что в здравом разговоре, когда начинаешь говорить, почему и как, они даже объяснить причины своего поступка не могут. Ну, здесь только одно, конечно, внимательно относиться к такого рода сообщениям, звонкам, быть предельно внимательными. И если есть возможность, то, конечно, перезвонить тем родственникам или знакомым, от имени которых происходят вот эти вот звонки. Иногда это смс-сообщения, сейчас используется очень активно и интернет, то есть и направляются сообщения в различного рода социальных сетях под видом знакомых, либо родственников с просьбой перечислить денежные средства. То есть это уже не только телефон, звонки, но и такого плана действия. Поэтому нужно быть просто внимательным. К сожалению, мошенничество у нас сейчас одно из наиболее распространенных преступлений, к сожалению, в Российской Федерации. А вот на что вообще они рассчитывают, эти мошенники, когда звонят людям? Ведь все же это широко освещается уже. Попасть просто на человека, который поведется на их разговорах. То есть им самое главное, чтобы люди с ними заговорили. То есть если человек сразу правильно, адекватно оценивает ситуацию, если он понимает, что с ними разговаривает, ну, не мошенник, ну, либо какое-то непонятное, незнакомое лицо, то, в принципе, разговор сразу же прекращается. Да, то есть все как бы об этом знают. Если же он, я имею в виду преступник, если начинает разговорить человека, то уже тут элементы гипноза определенные уже происходят. И поэтому уже человек дальше, он его уже подводит к этой мысли о том, что эти деньги нужно перечислить или передать каким-то определенным образом. Скажите, пожалуйста, насколько сложно прокурорам в судах доказывать такие преступления? Ведь чаще всего мошенники, они, ну, я не знаю, может быть, не чаще всего, но зачастую, вот мы когда журналисты освещаем, они не признают вину. Они говорят, что они ничего не делали, они просто хотели помочь людям. Как вот здесь быть? Когда вроде бы не очевидность. Ну, вы знаете, все зависит от конкретного уголовного дела. И прежде чем прийти к выводу о том, что доказано совершение тем или иным лицом конкретного преступления, безусловно, ты оцениваешь все материалы уголовного дела, определяешь саму доказанность данного деяния этим лицом. Поэтому, безусловно, если есть какие-то сомнения, то такие уголовные дела просто не направляются, то есть дорабатываются органами дознания, органами следствия, чтобы, естественно, прокурор такие дела просто в суд не направит. Алексей Анатольевич, спасибо вам большое. На этом вопросы все. Спасибо, что нашли время. На этом все. Пишите нам на электронную почту, звоните по телефону 744-614. С вами был Георгий Колчин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok